Багровый остров. Роман товарища Жюля Верна с французского на изоповский перевел Михаил Булгаков. Часть первая. Взрыв огнедышащей горы. Глава первая. История с географией. В океане издавна за своей бурей и волнением, названным Тихим, под 45 градусом находился огромнейший необитаемый остров, населенный славными и родственными племенами. Красными эфиопами, белыми арапами и арапами неопределенной окраски, получившими от мореплавателей почему-то кличку Махровые. Надежда, корабль знаменитого лорда Гленарвана, впервые подошедший к острову, обнаружил на нем оригинальные порядки. Несмотря на то, что красные эфиопы численностью превышали и белых, и махровых арапов в 10 раз, правили островом исключительно арапы. На троне, в тени пальмы, сидел, украшенный рыбьими костями и сардинными коробками, повелитель Сизи Бузи. С ним рядом верховный жрец и еще военачальник Рики Тики Тави. Красные же эфиопы были заняты обработкой маисовых полей, рыбной ловлей и собиранием черепашьих яиц. Лорд Гленарван начал с того, с чего привык начинать всюду, где бы ни появлялся. Водрузил на горе флаг и сказал по-английски. «Этот остров мой немножко будет». Произошло недоразумение. Эфиопы, не понимавшие никакого языка, кроме своего, из флага сделали штаны. Тогда лорд стал пороть эфиопов под пальмами и, перепоров всех, вступил в переговоры с Сизи Бузи и от последнего узнал, что этот остров, его Сизин Бузин и флаг не надо. Оказывается, остров открывали уже два раза. Во-первых, немцы, а за ними какие-то, которые лопали лягушек. В доказательство Сизи ссылался на сардинные коробки и умильно намекнул, что огненная вода вкусная очень есть. Да. Пронюхали сукины сыны, проворчал лорд по-английски и, похлопав Сизи по плечу, милостиво разрешил ему и в дальнейшем числить остров за собой. Затем произошел товара-обман. Матросы сгрузили на берег с надежды стеклянные бусы, тухлые сардинки, сахарин и огненную воду. Бурно ликуя, эфиопы свезли на берег бобровые шкуры, слоновую кость, рыбу, яйца и жемчуг. Сизи-бузи огненную воду взял себе. Сардинки тоже. Бусы также. А сахарин подарил эфиопам. Установились правильные сношения. Сюда заходили в бухту, сбрасывали английские ценности и забирали эфиопову дрянь. На острове поселился корреспондент Нью-Йоркского Таймса в белых штанах и с трубкой и немедленно заболел тропическим трипером. Остров в учебниках географии был назван Эфиопов остров. Лиль-эфиоп. Глава вторая. Сизи пьет огненную воду. Засим остров достиг невиданного процветания. Верховный жрец, военачальник и сам Сизи-бузи буквально плавали в огненной воде. Лицо Сизи сделалось в конце концов как лакированное и какое-то круглое, без складок. Армия белых арапов, украшенная бусами, лесом копий сверкала у шатра. Проходившие суда нередко слышали победные крики, несущиеся с острова. «Да здравствует наш повелитель Сизи-бузи, а равно и верховный жрец, ура, ура!» Кричали арапы и громче всех махровые. Со стороны Эфиопов доносилось громкое молчание. Не получая огненного пайка и работая до потери задних ног, означенные Эфиопы находились в состоянии томном и даже граничащим с глухим неудовольствием. А так как среди Эфиопов, как и среди всех людей, имеются смутьяны, то бывало и так, что у Эфиопов зарождались завиральные мысли. «Это как же, братцы? Ведь это выходит не по-божецки. И водка им, арапам, бусы им, а нам шиш с сахарином. А как работать? Это тоже мы?» Кончилось это крупной неприятностью. И опять-таки для Эфиопов. Сизи-бузи при самом начале брожения умов послал к Эфиоповым вегвамам карательную араповую экспедицию. И там два счета привела Эфиопов к одному знаменателю. Перепоротые они кланились в пояс и говорили, «И детям закажем!» И таким образом вновь наступили ясные времена. Глава третья. Катастрофа. Вегвамы Сизи и Жреца помещались в лучшей части острова, у подножья потухшей 300 лет назад огнедышащей горы. Однажды ночью она проснулась совершенно неожиданно, и сейсмографы в Пулкове и Гринвиче показали зловещую чепуху. Из огнедышащей горы вылетел дым, за ним пламя, потом поперли какие-то камни, а затем, как кипяток из самовара, жаркая лава. И к утру все было чисто. Эфиопы узнали, что они остались без повелителя Сизи-Бузи и без жреца с одним военачальником. На месте королевских вегвамов громоздились горы лавы. Глава четвертая. Гениальный Кирикуки. В первое мгновение эфиопы были разбиты громом и даже произошли в толпе слезы. Но уже во второе мгновение по головам и эфиопов, и уцелевших арапов во главе с военачальником пронесся совершенно естественный вопрос. Что же будет дальше? Вопрос повлек за собой гуденье, сперва неясное, а затем громкое, и неизвестно, во что бы это вылилось, если бы не произошло удивительное событие. Над толпой, напоминающей маковое поле с редкими белыми пятнами и махрами, взвелась чье-то испитое лицо и бегающие глаза, и затем, возвышаясь на бочке, всей своей персоной предстал известный всему острову пьяница и бездельник Кирикуки. Эфиопов разбил огромом во второй раз, и причиной этому был поразительный вид Кирикуки. Все от мала до велика привыкли его видеть околачивающимся то в бухте, где выгружали огненные прелести, то возле Вегвама Сизи. И отлично знали, что Кири чистой воды махровый араб. И вот Кири явился перед ошелевшими островитянами, раскрашенным с ног до головы в боевые эфиоповы красные цвета. Самый опытный глаз не отличил бы вертлявого пройдоху от обыкновенного эфиопа. Кири качнулся на бочке вправо, потом влево и, открыв большой рот, грянул изумительные слова, тотчас занесенные в записную книжку восхищенным корреспондентом Таймса. «Как топереча стали мы свободные эфиопы! Объявляю вам спасибо!» Абсолютно ни один из эфиопово моря не понял, почему именно Кирикуки объявляет спасибо и за что спасибо. И вся громада ответила изумленным громовым «Ура!» Несколько минут бушевало оно на острове, а затем его прорезал новый вопль Кирикуки. «А теперь, братцы, вали присягать!» И когда восхищенные эфиопы взвыли «Кому?» Кири ответил пронзительно «Мне!» На сей раз хлопнуло арапов. Но паралич продолжался недолго. С криком «Угонил! Каналья в точку!» Военачальник первый бросился качать Кирикуки. Всю ночь на острове, играя в небе отблесками, горели веселые костры. И пьяные от радости и от огненной воды, раскупоренной тароватым Кири, плясали вокруг них эфиопы. Проходящие суда тревожно бороздили небо радиомолниями и собирались остров для порядка обстрелять. Но вскоре весь цивилизованный мир был успокоен телеграммой таймсовского корреспондента «У дураков на острове национальный праздник Байрам. Мошенник гениален». Глава пятая. Бунт. Затем события покатились со сверхъестественной быстротой. В первый же день, чтобы угодить эфиопам, Кири остров назвал «багровым» в честь основного эфиопова цвета. И этим эфиопов, равнодушных к славе, не прельстил, а арапов обозлил. Во второй день, чтобы угодить арапам, в должности военачальника утвердил арапа же, Рики-тики. И этим арапам не угодил, потому что каждый из них хотел быть начальником, а эфиопов обозлил. В третий, чтобы угодить лично себе, соорудил себе из шпротовой коробки лохматый головной убор до чрезвычайности, напоминающий корону покойного Сизи. Этим никому не угодил и всех обозлил, ибо арапы полагали, что каждый из них достоин коробки. А эфиопы, развращенные огненной водой, были вообще против коробки, напоминающие им весьма жгуче приведение к одному знаменателю. Последнее же мероприятие Кири-куки было направлено по адресу огненной воды, и на нем Кири окончательно засыпался. Кири объявил, что огненной воды будет всем поровну, и не исполнил. А очень просто. Ежели всем, то ее должно быть много. А где же ее взять? В обмен на воду Кири загнал очередной урожай маиса. Воды много не добыл. Зато не только эфиопам, но и арапам подвело животы, и получилось неудовольствие. В прекрасный жаркий день, когда Кири по обыкновению лежал негодный к употреблению в своем вигваме, к начальнику Рики-тики явился некий эфиоп. На физиономии Коева были явственно написаны его смутьянские наклонности. В момент его появления Рики пил огненную воду под аккомпанемент хрустящего жареного поросенка. Тебе че надо, эфиопская морда? Сухо спросил мрачный командир. Эфиоп пропустил комплимент мимо ушей и прямо приступил к делу. Да как же это? Заныл он. Ведь это что же? Вам и водка, и поросята. Это опять стало быть старые порядки. Ага, ты, значит, поросенка захотел? Сдерживаясь, спросил воин. А как же? Чай эфиоп тоже человек. Дерзко ответил визитер и нагло отставил ногу. Рики взял поросенка за хрустящую ножку и, развернув его винтом, хлопнул эфиопа в зубы так, что из поросенка брызнуло масло, изо рта эфиопа кровь, а из глаз слезы в перемешку с крупными зелеными искрами. Вон, закончил Рики дискуссию. Неизвестно, что такое учинил эфиоп, вернувшись к себе домой. Но хорошо известно, что к концу дня весь остров уже гудел, как улей. А уже ночью фрегат Ченслер, проходя мимо острова, видел два зарева в бухте Южного Голубого Спокойствия, и весь мир встревожил телеграммой «Острове огни» всем признаком ослов эфиопов снова праздник Гатерас. Но почтенный капитан ошибся. Правда, огни были, но праздничного в них не заключалось ровно ничего. Просто в бухте горели вегвамы эфиопов, подожженные карательной экспедиции Рики-Тики. Наутро огненные столбы превратились в дымные, причем их было не два, а уже девять. К ночи дымы превратились опять в лапчатые зарева шестнадцать штук. Мир был встревожен газетными заголовками в Париже, Лондоне, Риме, Нью-Йорке, Берлине и прочих городах. В чем дело? И вот пришла телеграмма таймсовского корреспондента, поразившая мир. Шестой день горят вегвамы арапов, тучи эфиопов неразборчиво, кирик, жулик, бежа неразборчиво. А через день грянула на весь мир ошеломляющая телеграмма уже не с острова, а из европейского порта. Эфиоп закатил грандиозный бунт, остров горит, повальная чума, горы трупов, авансом пятьсот корреспондент. Часть вторая, остров в огне, глава шестая, таинственные пироги. На рассвете часовые на европейском берегу крикнули «На горизонте суда!» Лорд Гленарван вышел с подзорной трубой и долго изучал черные точки. «Мой, не понимай», сказал джентльмен. «Похоже, пироги диких». «Гром и молния!» воскликнул Мишель Ордан. Отбросив Цейс в сторону. «Ставлю вашингтонский доллар против дырявого лимона выпуска двадцать третьего года, если это не арапы!» «И очень просто!» подтвердил Паганель. Ордан и Паганель угадали. «Что означает?» спросил Лорд, удивившись в первый раз в жизни. Вместо ответа арапы только хныкали. На них было положительно страшно смотреть. Когда они немного отдышались, выяснились ужасные вещи. Эфиопов тучи. Проклятые смутьяны разожгли этих дураков. Требования арапов к чертям. Рики послал экспедицию и ее перебили. Мерзавец Кирикуки улизнул на первой пироге. Остатки карательной экспедиции во главе с Рики Тики. Вот они в пирогах. Они мало-мало к лорду приехали. «Сто сорок чертей!» и одна ведьма крикнул Ордан. «Они собираются жить в Европе? Компреневу!» «Но кто кормить будет?» испугался Гленарван. «Нет, вы обратно остров езжай». «Нам топереча ваше сетьство на остров и носу показать невозможно, плакали арапы. Эфиопы нас начисто поубивают. А во вторых строках вегвамы наши к черту попалили. Вот если бы вы какую-нибудь военную силу послать, смирить этих сволочей». «Благодарю», еще с ума не сходил. «Один мой матрос дороже, чем ваш паршивый остров весь». «Да». «Точно так, ваше превосходительство», согласились арапы. «Известно, что мы ни черта не стоим». «А насчет чумы корреспондент верно пишут». «Так и косит, так и косит». «И опять же голод». «Текс», задумчиво сказал лорд. «Ладно, мой будет посмотреть», искомандовал. «В в гостях у лорда и выразить невозможно. Началось с того, что их мыли в карболке и держали за загородкой каких-нибудь ослов. Кормили аккуратно, как раз так, чтобы арапы не умирали. А так как установить точную норму при таком методе невозможно, то четверть арапов все-таки отдала Богу душу». Наконец, промариновав арапов в карантине, лорд направил их на работы в ткаменоломню. Там были надсмотрщики, а у надсмотрщиков бичи из Волових жил. Глава восьмая. «Мертвый остров». Суда получили приказ обходить остров на пушечный выстрел. Так они и делали. По ночам было видно слабое догорающее зарево, а днем остров тлел черным дымом. Потом к этому прибавился удушающий смрадный дух. По голубым волнам тянуло трупным запахом. Крышка острова уговорили матросы, глядя в бинокли на коварную зеленую береговую полосу. Рапы, превратившиеся на хлебах лорда в бледные тени, шляясь в каменоломнях, злорадствовали. Так им и надо прохвостом. Пущай, поумирают к свиньям, когда все не сдохнут, вернемся и остров займем. А уже этому мерзавцу кирикуки кишки выпустим свои руч на где бы не попался. Лорд хранил спокойное молчание. Глава девятая «Засмоленая бутылка». Ее выбросила однажды волна на европейский берег. Ее вскрыли скорболовыми предосторожностями в присутствии лорда, и в ней оказались неразборчивые каракули эфиопской рукой. Переводчик разобрался в них и предоставил лорду документ. «Погибаем с голоду! Ребята через ядь малые дохнут! Чума тот же самый! Чай ведь мы люди! Хлеб эфиопы!» Рикки-тики посинел и взвыл. «Ваш сия! Да ни за что! Допущай, поумирают! Да ежели после всего их бунта еще и кормить!» «Я и не собираюсь!» Холодно ответил лорд и съездил Рикки по уху хлыстом, чтобы он не лез с советами. «В сущности, это свинство!» пробормотал сквозь зубы Мишель Ордан. «Можно было бы послать немного Маису!» «Благодарю вас за совет, мсье!» сухо ответил Гленарван. «Интересно знать, кто будет платить за Маис!» «Итак, эта рабская орава налопала на черт знает сколько!» «В глупых советах я не нуждаюсь!» «Вот как!» прищурившись, спросил Ордан. «Позвольте узнать, сэр, когда мы стреляемся?» «Я клянусь, дорогой сэр, я попаду в двадцати шагах в вас так же легко, как в собор Парижской Богоматери!» «Я не поздравляю вас, мсье, если вы окажетесь в двадцати шагах от меня!» ответил Лорд. «Вес вашего тела увеличится на вес пули, которую я всажу вам в один из ваших глаз по вашему выбору!» Филиас Фок был секундантом Лорда, Паганель Ордана. Вес Ордана остался прежним, и Ордан в Лорда не попал. Он попал в одного из арапов, сидевших из любопытства за кустом. Пуля вошла арапу в переносицу и вышла через затылок. Арап умер в то время, когда она была на полпути и Гленарван, пожали друг другу руки и разошлись. Но этим история с бутылкой не кончилась. Ночью пятьдесят арапов сбежали на пирогах с Европейского берега, оставив Лорду нахальную записку. «Спасибо за карболку и воловьи жилы надсмотрщиков! Надеемся, что когда-нибудь мы им переломаем ноги. Едем обратно на остров. С эфиопами замеряться. Лучше от чумы подохнуть дома, чем от вашей тухлой солонины. С почтением, арапы!» Уехавшие уперли с собой подзорную трубу, испорченный пулемет, сто банок сгущенного молока, шесть дверных блестящих ручек, десять револьверов и двух европейских женщин. Лорд перепорол оставшихся арапов и занес в книжку стоимость похищенного. Часть третья. «Вагровый остров». Глава десятая. «Изумительная депеша». Прошло шесть лет. Изолированный мертвый остров был забыт. С кораблей изредка издалека видели моряки в бинокле пышную зелень его берегов, скалы и пенный прибор. Больше ничего. Семь лет было назначено, чтобы выветрилась чума и остров стал безопасным. В конце седьмого предполагалась экспедиция на остров с целью вселения арапов обратно. Арапы, худые как скелеты, томились в каменоломнях. И вот в начале седьмого года цивилизованный мир был потрясен изумительным известием. Радиостанции Америки, Англии и Франции приняли радиограмму. Чума кончилась. Слава Богу, живы-здоровы, чего и вам желаем, ваши уважаемые эфиопы. Наутро во всем мире газеты вышли с оршинными заголовками. «Остров говорит!» «Загадочное радио!» «Эфиопы живы!» «Клянусь фланелевыми панталонами моей бабушки!» взревел Мишель Ордан. «Это сверхъестественно!» «Не то удивительно, что они выжили!» «А то, что они дают телеграммы!» «Не дьявол же им построил радиостанцию!» Лорд Гленарван принял известие задумчиво. «Арапы же совершенно разбиты!» Рикки Тикитави хныкал и просил лорда «Топерече, ваше преосвященство!» «Единственное, перебить их, экспедицию послать!» «Ведь это шо ж такое делается?» «Остров наш, наследственный!» «До каких же пор мы тут томиться будем?» «Мой будет посмотреть!» ответил лорд. Глава одиннадцатая «Капитан Гаттеррас и загадочный Баркас». В чудесный майский день у острова на море показался дым-винтом, и вскоре корабль под командой капитана Гаттерраса, командированный лордом Гленарваном, пристал к берегу. Матросы усеяли ванты и борты, и с любопытством глядели на остров. Глазам их представилась следующая картина. В бухте мирно дремала вода, и неизвестный Баркас торчал у самого берега среди целой стаи новеньких, видимо, только что отстроенных пирог. Загадка радиотелеграммы объяснялась тут же. Вдали глядел в изумрудном тропическом лесу шпиль чрезвычайно уродливо сооруженной радиостанции. «Сто дьяволов!» вскричал капитан. «Эти остолопы сами построили эту кривую дейлду!» Матросы весело хохотали, глядя на корявый плод эфиопово творчества. Лодка с корабля подошла к берегу и высадила капитана с несколькими матросами. Первое, что поразило отважных мореплавателей, это чрезвычайно изобилие эфиопов. Гатераса обступили не только взрослые, но целая куча молодых. На самом берегу гирляндами сидели толстые маленькие эфиопчики и удили рыбу, свесив ноги в голубую воду. «Черт меня возьми, если эта чума не пошла им на пользу», удивился Гатерас. «У них такие морды, как будто их кормили кашей геркулес». «Ну-с, будем посмотреть дальше». Дальше его поразил именно старенький баркас, приютившийся в бухте. Одного опытного взгляда было достаточно, чтобы убедиться баркас с европейской верфи. «Это мне не нравится», процедил сквозь зубы Гатерас. «Если только они не украли эту дурявую калошу, то спрашивается, какая каналья шляется на остров во время карантина. Мне сильно сдается, что баркас немецкий». И, обратившись к эфиопам, он спросил, «Эй вы, краснорожие черти, где вы свистнули лодку?» Эфиопы лукаво заулыбались, показав жемчужные зубы, и ничего не ответили. «Не желаете отвечать?» «Ладно». Капитан нахмурился. «Я вас сделаю сговорчивее». С этими словами он направился к баркасу, но эфиопы преградили ему и матросам путь. «Прочь!» рявкнул капитан, и привычным жестом взялся за задний карман. Но эфиопы не ушли прочь. В одно мгновение гатерасы-матросы оказались в тесном и плотном кольце. Шея капитана побагровела. В толпе он вдруг разглядел одного из белых арапов, бежавших из каменоломни. «Ба! Старый знакомый!» воскликнул гатерас. «Теперь я понимаю, откуда смуты. Подойди сюда, негодяй!» Но негодяй не пожелал подойти, он так и заявил. «Не подойду!» Капитан гатерас в бешенстве оглянулся, и шея его стала фиолетовой, составив прекрасный контраст с белым полем его шлема. Дело в том, что в руках у многих эфиопов он разглядел ружья, чрезвычайно похожие на немецкие винтовки, а в руках у арапа свистнутый у глинарвана парабеллум. Лица матросов обычно бойкие стали серьезно серенькими. Капитан глянул на жгучее синее небо, затем на рейд, где покачивался его корабль. Оставшиеся на борду матросы пестрели белыми пятнышками на реях и мирно наблюдали берег. Капитан Гатерас умел владеть собой, шея его постепенно приобрела нормальный цвет, говорящий о том, что паралич на сей раз отсрочен. «Пропустите меня обратно на корабль», вежливо хриплым голосом сказал он. Эфиопы расступились, и Гатерас, экскортируемый моряками, отбыл на корабль. Через час на нем загремели якорные цепи, а через два он уже виднелся лишь маленьким дымком на горизонте солнечного моря. Глава двенадцатая непобедимая армада. В бараках, занятых арапами, творилось что-то неописуемое. Арапы испускали победные крики и ходили на головах. В этот день им ведрами подали золотистый жирный бульон. Лохмотьев на арапах больше не было. Им выдали великолепные ситцевые штаны и сколько угодно краски для боевой татуировки. У бараков стояли в козлах новенькие скорострельные винтовки и пулеметы. Рикки Тикитави был интереснее всего. Он сверкал кольцами в носу, пестрел развивающимися перьями. Лицо у него сияло, как у живоцерковного попа на Пасху. Он ходил, как помешанный и говорил только одно «Ладно, ладно, ладно, уже теперь, голубчики, вы у меня попрыгаете, дайте срок, доплывем, вот только доплывем». И при этом пальцами он делал такие жесты, как будто кому-то невидимому «Ура!» кричал он и летал перед фронтом отяжелевших от бульона арапов. Три бронированных громады в порту стали принимать араповые батальоны. И тут произошло событие. На середину перед фронтом вылезла оборванная и стасканная фигурка с головой стриженной ежиком. Ошеломленные арапы всмотрелись и узнали в фигурке никого иного, как самого Кири Куки, скитавшегося все это время неизвестно где. Он имел наглость выйти перед фронтом арапов и с заискивающей улыбочкой обратился к Рикки Тики. А меня-то что, братцы, забыли? Чай я ваш, тоже араб, и меня на остров возьмите, я пригожусь. Он не успел окончить речь. Рикки позеленел и вытащил из-за пояса широкий острый ножик. Ваше здоровье трясущимися губами обратился он к лорду Гленарвану. Этот самый вот он и есть Кири Куки, из-за которого сыр-бор загорелся. Дозвольте мне вашу светлость своими ручками и ему глоточку перерезать. Отчего же, с удовольствием, ответил лорд благодушно. Только скорее, не задерживайте посадку. Кири Куки успел только распискнуть, пока Рикки мастерским ударом перемахнул ему глотку от уха до уха. Затем лорд Гленарван и Мишель Ордан выступили перед фронтом и лорд произнес напутственную речь. Езжает, Эфиопов покоряет, мой будет, помогает, с корабля стреляет, ваш потом будет платить за этот. И батальоны арапов под музыку сели на суда. Глава 13, неожиданный финал. Как жемчужина сияющий предстал в ослепительный день остров. Суда подошли к берегу и начали высаживать вооруженный арапов строй. Рикки, полный боевого пламени, соскочил первый и, потрясая саблей, скомандовал «Храбрые арапы, за мной! и арапы устремились за ним». Затем произошло следующее. Из плодоносной земли острова навстречу незваным гостям встала неописуемая эфиопова сила. Эфиопы ползли густейшими шеренгами, их было так много, что зеленый остров во мгновение ока стал красным. Они лезли тучами со всех сторон и над их красным океаном, как зубная щетка, густо лезла щетина копий и штыков. Кое-где вкрапленные неслись в качестве отделенных командиров те самые арапы, что дали ходу из каменоломни. Означенные арапы были в дребезги расписаны эфиоповыми знаками, потрясали револьверами. На их лицах ясно было написано, что им нечего терять. Из глоток у них неслось только одно боевой командирский клич в штыки. На это эфиопы отвечали таким воем, от которого стыла в жилах кровь. Бей их сукиных сынов! Когда враги встретились, стало ясно, что армия Рики не что иное, как белый остров в бушующем багровом океане. Он восхлестнулся и охватил арапов с флангом. Клянусь, рогами дьявола ахнул на борту флагманского корабля Мишель-Ордан. Я не видел ничего подобного. Подкрепите их огнем, приказал лорд Гленарван, отрываясь от подзорной трубы. Капитан Гаттерас подкрепил. Бухнула 14-дюймовая пушка и снаряд, дав недолет, лопнул как раз на стыке между арапами и эфиопами. В клочья разорвало 25 эфиопов и 40 арапов. Второй снаряд имел еще больший успех, 50 эфиопов и 130 арапов. Третьего снаряда не последовало, ибо лорд Гленарван, наблюдавший за результатами стрельбы в подзорную трубу, хватил капитана Гаттераса за глотку, оттащил его от пушки с воплем. Прекратите этот черт бы вас взял, ведь вы лупите по арапам. В шеренгах арапов после первых двух подарков Гаттераса поднялся невероятнейший виск и вой, и ряды их дрогнули. Взвыл даже реки Тики, вокруг которого закрутился бешеный водоворот. В водовороте вынурнуло внезапно искаженное лицо одного из рядовых арапов. Он подскочил к ошалевшему вождю и захрипел, причем пена вылезла у него вместе со словами «Как мало того, что ты затянул нас в каменоломни и мариновал семь лет, а теперь еще загнал под чемоданы? Спереди эфиопы, а сзади по башке снарядом? А-а-а!» Арап во мгновение выхватил ножик и вдохновенно всадил его реки Тики чрезвычайно метко, угадав между пятым и шестым ребром с левой стороны. «Помо!» ахнул вождь Гитте. Закончил он уже на том свете перед престолом Всевышнего. «Ура! Ура!» грянули эфиопы. «Сдаемся! Ура! Замеряйся, братцы!» завыли сметенные арапы, вертясь в бушующих водах эфиоповой необозримой рати. «Ура!» ответили эфиопы и все смешалось на острове в невообразимой каше. «Семсот лихорадок и сибирская язва!» вскричал Мишель Ордан, впиваясь глазами в стекла Цейса. «Пусть меня повесят, если эти остолопы не помирились! Гляньте, сэр! Они братаются!» «Я вижу!» гробовым голосом ответил лорд. «Мне очень интересно было бы знать, каким образом мы получим теперь вознаграждение за все убытки, связанные с кормлением этой аравы в каменоломнях». «Бросьте, дорогой сэр!» вдруг задушевно сказал Мишель Ордан. «Ничего вы не получите здесь, кроме тропической малярии». «И вообще, я советую вам немедленно поднимать якоря!» «Берегись!» вдруг крикнул он и присел. И лорд присел машинально рядом с ним и вовремя. Как дуновение ветра над их головами прошла сверкнувшая туча стрел эфиопов и пуль арапов. «Дайте им!» взревел лорд. «Гатерасу!» «Гатерас дал!» И неудачно. Лопнуло высоко и в воздухе. Соединенная арапово-эфиопская рота ответила повторной тучей, причем она прошла ниже, и лорд, собственно, глазно видел, как в корщах, сразу побагровев, упали семь матросов. «К чертям эту экспедицию прогремел дальновидный ордан! Ходу, сэр! У них отравленные стрелы! Ходу, если вы не хотите привезти чуму в Европу!» «Дай на прощанье!» просипел лорд. Известный сапожник-артиллерист Гатерас дал на прощанье куда-то криво и косо. И суда снялись якоря. Третья туча стрел безвредно села в воду. Через полчаса громады, одевая дымом горизонт, уходили, разрезая гладь океана. В пенистой ковровой струе болтались семь трупов отравленных и выброшенных матросов. Остров затягивала дымкой и исчезала в ней изумрудная, напоенная солнцем, береговая полоса. Глава 14, финальный сигнал. В ночь одела огненным заревом тропическое небо над Багровым островом. И суда хлестнули во все радиостанции словами «Остров Байрам! Чрезвычайных размеров! Точка! Черти пьют кокосовую воду!» А засим Эйфелева башня приняла зеленые молнии, сложившиеся в аппаратах в неслыханно наглую телеграмму «Гленарвану и Ордану! На соединенном празднике посылаем вас неразборчиво! Мат неразборчиво! С почтением Эфиопы и Арапы!» «Закрыть приемники!» грянул Ордан. Башня мгновенно потухла, молнии угасли, и что происходило дальше, никому не известно. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...